всем привет мои дорогие и любимые подписчики и зрители моего канала как и обещала ранее сегодня мы с вами пройдемся по улице истекляль это самая известная самая популярная пешеходная улица в стамбуле и и посещает абсолютно все берет она свое начало на площади такси и спускается до самого каракея мы с вами пройдемся и посмотрим чем она так привлекает и только туристов и самих жителей турции и города стамбула ну что ж отправимся вместе со мной и определим стоит ли посещать эту улицу чем она так знаменита и посмотрим на те магазины которые представлены на ней ну что вперед самом начале этой улице есть такой магазин славится он тем что здесь продают самые вкусные сладости как вы видите его основа вот этот товарищ мустафа в 1864 году здесь вы можете смело приобретать их и в подарок и для себя любимых не успела я зайти меня сразу угостили так можно купить на развес все эти сладости делаются по рецептам придворных кулинаров султанской империи и можно купить уже готовые упакованные те же сладости коробочка стоит они почти 50 лир 500 грамм с той стороны продается луку а с этой баклава вредная она конечно но очень вкусная особенно вот этот инжир как он будет по-русски инжир с орешками и с медом коллизион неплохая марка часто я там покупала раньше джинсы но в последнее время почему-то их лекала перестали меня удовлетворять но этот магазин стоит того чтобы его посетить цены не слишком высокие но качество приличное можно сказать маечки футболки хорошие здесь куртки джинсы есть и мужские есть и женские магазин для тех у кого богатая фантазия вещи здесь интересные необычные что я здесь брала я брала здесь них как-то по моему футболку со стразами сейчас посмотрим мы зайдем во внутрь и если нам разрешат снимать вы приблизительно будете знать какой товар вы можете здесь приобрести экстравагантная витрина сразу нас включая встречает перья бюстгалтер вот такие интересные вещи здесь они более нарядные более такие но на специфического покупателя таких вещах не погуляешь по стамбулу это точно но это если вы вдруг выступаете на сцене вам сюда за вещами вот такой бюстгалтер кожаный стоит почти 80 лир это отличный вариант для сценического образа есть даже вверх накид как этой же юбки этот магазин больше для тех кто наверное все таки ведет такой вечерний образ жизни потому что вещи в основном для вечернего выхода и скажем так для смелого вечернего выхода это был кики реки если вам нужен такой товар этот магазин для вас golden rose косметика неплохая косметика бюджетная косметика заходить мы не станем те кто знает и знаком с этой косметикой я думаю обязательно посещает эти магазины когда приезжает стамбул внутри у них всегда людно многолюдно клиентов много сейчас я зашла в магазин где можно приобрести себе очки хорошей марки стоит ли покупать очки хорошей марки но вы знаете если у вас есть возможность конечно покупайте если возможности нет то лучше купить обычные очки за 20-25 лир отнести их в мастерскую где вам заменят на хорошие качественные стекла так оправа у вас будет дешевая а стекло хорошее которое не будет вредить вашим глазам у меня есть несколько пар очков на лето не знаю купить ли мне стоит ли мне снова потратиться на хорошие очки вот эти как вам мне нравится кругленькие и очень легкие а в этих я превратилась в какую-то китаянку японку цена 1000 1200 лир а как такие прям под цвет моих волос мне вот эти очень понравились не знаю как вам не знаю как это смотрится в камере но в живую они интересные прада 1200 лир вот эти тоже классные прада это новая коллекция они прямо на рекламе у прада в этом сезоне тоже я мерила очки продавец любезно протер мои если у вас нет возможности покупать себе оригинальные очки не стоит из себя выдавливать скажем так такие расходы такие траты она не стоит того купить очки за 10-15 лир переставьте туда хорошие стекла и будет вам счастье хочу еще обратить внимание на этот магазин он огромные пять этажей я очень часто там себе кое-что покупаю советую всем на улице истекляль вы можете найти себе абсолютно все этих стиль и обувь и косметику сумки белье это достойное место для шоппинга здесь вы можете приобрести вот два магазина где можно приобрести хорошую копию имитацию знаменитых парфюмов опять же это для тех которые не хотят тратиться на оригинала магазин любимый нашими соотечественниками я знаю потому что я часто вожу людей на шопинг этот магазин они предпочитают я не буду сейчас делать обзор внутри магазина как-нибудь мы обязательно туда зайдем посмотрим какая коллекция представлена я не была еще в летней коллекции надо будет посмотреть но это не сейчас у нас с вами сегодня совсем другие задачи также мне нравится вот этот магазин батик нравится он мне необычными моделями и хорошими ценами неплохого неплохого качества цена чуть выше чем 10 15 20 лир но зато и качество повыше батик эта марка уже немножко подороже дизель я много раз пыталась приобрести здесь себе джинсы но не одни джинсы мне не подошли я не знаю их лекала опять же повторяюсь может быть я какая-то нестандартная но лекала дизеля мне никак не подходит не могу я купить у них джинсы обратите внимание на архитектуру на фасад вернее здание это район биолу издавна издавна здесь жили иностранцы нигде ни в одном районе стамбула вы такой фасад такую архитектуру не увидите здесь жили образованные культурные европейцы но нигде нигде в стамбуле вы не найдете скульптур на здании это итальянский немецкий английский стиль помимо магазинов ресторанов кафешек музеи вот один из них музей восковых фигур на витрине мы видим мадонну время от времени ее заменяют на другие фигуры кстати кто-нибудь объясните мне прикол зачем заходить вообще зачем делать восковые фигуры живых людей у меня нет никакого абсолютно желания я даже какой-то испытываю какой-то не то чтобы страх но мне как-то вот жутко смотреть на эти восковые фигуры как по мне так это полнейшая ерунда не заходил и и никогда не зайду в магазине фло любят отвариваться наши туристы еще хочу обратить внимание на магазин де-факто наверняка он знаком многим из вас и я хочу сказать что последнее время я изменила свое отношение к этому магазину когда он только открылся для меня это был полнейший кошмар я не понимала как вообще с какой совесть могут предлагать такой товар в таком качестве и такие модели какие-то забытые отсталые но последнее время они подтянулись видимо поменялось там или поменялись там стилисты они стали делать интересные вещи следят за трендом и цены всегда низенькие а вообще для детей шоппинг в де-факто это я считаю что один из лучших шоппингов я зашла в магазин фло чтобы вы примерно понимали какие здесь цены мужские кроссовки 80 лир это 20 долларов женские тоже 80 20 долларов это неплохой магазин для массового потребителя вот еще один неплохой магазин я вообще вам показываю лишь те магазины на которые стоит обращать свое внимание классно они придумали это налоговая инспекция ты поехали на проверочку какой-то магазин выбираю себе пудру на лето кое-кто посоветовал зайти в магазин мак у меня уже есть пудра с мака неудачная так и лежит у меня в косметичке сейчас протестировала одну неплохую пудру посмотрим как она поведет себя на лице если хочу вам показать вот этот фасад этого здания и самый знаменитый наверно пассаж называется цветочный пассаж если вы хотите посидеть в романтической обстановке добро пожаловать цветочный пассаж но скажу вам по секрету цены здесь достаточно высокие одно блюдо наверное будет стоить одна порция наверно будет стоить около 80 70 а то и 100 лишь на истекляли можно покушать намного дешевле я вам покажу где если свернуть от истекляли налево или направо вы попадаете в такие небольшие улочки биолу здесь кипит жизнь 24 часа в сутки фаршированные мидии рисом вы знаете я их люблю вот нам показывают любезно ги за газики чок мэрс а также можно отведать и жареные мидии если вы любитель морских деликатесов вам сюда а вот и свежая жареная скумбрия ее подают вместе с хлебом и с зеленью хочу вас предупредить по поводу этой фаршированной мидии не совсем уверена что она готовится в чистых санитарных условиях нужно знать места где ее покупать чем-то напоминает гранд базар крытый рынок но это не он мы обязательно вместе сходим в гранд базар и вы посмотрите насколько он огромен это небольшие пассажи которые вы можете найти в переулках биолу а еще здесь можно встретить уличных музыкантов наверное это единственное место где вы можете послушать живую музыку на улице если вы подпишетесь на мой инстаграм вы можете заказать экскурсию со мной по стамбулу вы можете прогуляться не только виртуально скажем так через мой канал хочу еще обратить внимание на такой момент многие вы мои зрители и подписчики просите меня купить и переслать вам тот или иной товар понимаете купить и переслать то что вам нужно в общем-то не проблема этим можно заняться но расходы на пересылку будут вам абсолютно не выгодны ой мне нравится это кафе здесь можно собрать себе вот такой десерт из фруктов добавив туда все что вам нравится я заслужила минутку перри кура что я себе взяла мороженое ананасы и киви стоит это 14 лир сейчас я вам хочу показать вот достаточно большой стаканчик мороженого мороженое было вкусненькое всем советую обязательно попробуйте если вы на истекляли гуляя по этой улице очень часто можно услышать русскую речь это говорит о том что все-таки наши туристы любят посещать турцию мы уже спустились достаточно далеко от улицы истекляль это уже нижняя ее часть биолу самые мои любимые улочки в стамбуле это те которые вымощены вот этой брусчаткой не знаю когда я хожу по ним у меня такое впечатление что я вернулась средние века запах просто великолепный пахнет на всю улицу и еще непременно что вы должны сделать в турции в стамбуле обязательно купите себе свежевыжатый фреш и тарика ршик перерываться на на рве грейпфрут друзья вот в магазине картина которая вот ведь желтый цвет это золото стоит картина 5000 евро а нижняя картина ой наш любимый босфор пролив буалтанда не ка дар он фиату бин лиро будет кумпле ялубоя бин тели мне понравилась эта нижняя картина недорогая это получается около двухсот пятидесяти долларов получается зато вам всю жизнь будет напоминать об этом великолепном городе босфор пролив это хозяин магазина мурат бей расскажите нам про эту картину это герой мишу одну сэбаттин джамджоуна айвазовский тарзинда денис чалышмасы герой мишу олдану сэбаттин оценан фираты а шагу-кару 400 тэрли амма айни ибат ларда мэссэн долар олдан вауэн чок ким алвизида вауэн чок руслар чок руслар больше всего русский покупательство çok selам gönderiyorum русlara Türkiye'den çok çok selamlar hepinizi hepinizi buraya bekliyorum art angels Ben Murat Çetin buyurun misafirimiz olun ben teşekkür ederim Bu elimdekinin fiyatı 400 TL bu da 100 dolar saf ipekleri bu ipek kalınlığı biraz daha yüksektir Çin'i aslında motifleri var bunun haricinde farklı desenleri de var tabii ki 100 $ чистая чистый шок mesela şöyle bir modelimiz daha vardır bu da komple sırf ipekter тоже шелk de şu tarz olan ipekter var bunlar filar tarzında bunların fiyatı ise 70 TL и такой шарфик шелковый 70 TL мне магазин очень понравился если вы ищите оригинальный подарок оригинальный презент если вы хорошо разбираетесь в искусстве и вам близка эта тема этот магазин отличное место для необычного шопинга в Стамбуле в Бейолу шелк с такой набивкой из натуральной шерсти стоит 150 лир около 40 долларов eski Osmanlı оригинальный презент висушенном листе рисует вот такими красками миниатюру очень интересно фиат никогда bunların fiyatı ise 300 TL 300 лир mesela bakın şöyle bu tarzlar var Bunlar da yağlı boyadır birebir orijinallerinin aynısıdır bunun fiyatı ise 500 TL но это уже классика жанра если вы впервые в Стамбуле вам это будет весело и интересно мороженое турецкое необычное делается она из козьего молока и высушенных лепестков орхидей если вы не устанете спускаться вниз по истекляли а потом по улочкам бейолу вы увидите вот этот символ Стамбула один из символов Стамбула это галатская башня наверху находится один из популярнейших ночных клубов ресторанов а также смотровая площадка я не знаю передает ли мощь этой башни камера но поверьте что если вы увидите ее вблизи она вас впечатлит ну что я думаю очередь небольшая стоит посетить ее Леша какой-то Леша был тут можно подняться по старой лестнице которая ведет наверх но я поднялась на лифте не буду испытывать свои ноги так сфотографироваться можно на память и дальше еще наверное этаж пешком по деревянной лестнице высота ее как я уже говорила 61 метр но помимо этого она находится еще на холме то есть в общей сложности по над уровнем морем она возвышается на 140 метров после того как вы поднялись по деревянным ступенькам достаточно крутым видите я немножко аж запыхалась вы оказываетесь в таком просторном зале ресторане здесь можно отдышаться посидеть выпить чашечку чая и кофе ну вот мы поднялись на смотровую башню галатской крепости что мы здесь можем увидеть вот с этой стороны где нахожусь я мы видим золотой рог дворец стоп копы а я софия голубая мечеть мечеть сулимания и минюню ну что сказать мое впечатление о этой башни конечно посетить ее необходимо если вы в стамбуле обязательно подымитесь не пожалеете для иностранца 25 лир для гражданина турции 10 лир не пожалеете увидите стамбул с высоты птичьего полета в 16 веке один смельчак на искусственных крыльях отсюда перелетел через весь босфор надо сказать что он действительно смелый человек просто так взять и вот сейчас вот с этой высоты на деревянных крыльях модельных перелететь через весь босфор я аплодирую стоя за моей спиной можно увидеть а я софью топ копы сарай голубую мечеть и самую красивую мечеть в стамбуле это сулимания мечеть в которой похоронены наша роксолана говорят что она наша но историки не доказали что она именно украинка то что на славянка об этом знаем все но конкретно откуда с какого с какой она страны не известно но нам почему-то хочется думать что она была с украины в этой мечети они захоронены вместе со своим супругом сулиманом великом мы обязательно туда сходим эта история не про галатскую башню пока мы на галатской башне я думаю что нам стоит уже спускаться пока стояла в очереди стала невольным свидетелем одного разговора парень девушка турки разговаривали между собой он спросил кто построил эту башню и она с полной уверенностью сказала ее построили мусульмане конечно же мусульмане и и не строили никакого отношения к этой башне мусульмане не имеют она была построена еще в четырнадцатом веке здесь на этом месте вот по которому я сейчас хожу была колония византийская колония здесь жил народ генесуэйцы именно они построили эту башню еще в четырнадцатом я хочу вам показать чем кормят на улице истекляль на раба вот такие котлетки жареные они очень вкусные но очень я люблю котлеты есть на улице дома такие котлеты не получается и вот пожалуйста все что вы можете отведать это даже не ресторан это даже не кафе а столовая домашняя еда вот они мои любимые голубцы мясной салат или русский салат или американский салат турки так и не определили для себя что это за салат для половины турков он русский для половины американский а для нас он мясной салат правда без мяса а еще здесь можно отведать настоящие итальянские макароны итальянскую пасту я не гонюсь за марками у меня это не принципиально не должна вещь просто понравится она должна быть соответствующего качества и по приемлемой цене самая большая статья расходов наверное это спортивная обувь бегаю каждый день от 5 до 8 километров если есть время могу пробежать и 10 для этого мне нужна очень хорошая удобная качественная спортивная обувь и вот когда я покупаю себе кроссовки для бега я конечно на них не экономлю 1 где-то год они точно меня мой бег интенсивный выдерживают вот а все остальное ну я не знаю какие-то маечки рубашечки джинсы они мне быстро надоедают и поэтому я не беру слишком дорогие вещи самая большая проблема это найти не то что качество и хорошую приемлемую цену а ту модель которая подходит мне лично нашему русскоязычному населению трудно подобрать модели на внутреннем турецком рынке вот такие вот пироги я надеюсь что вам сегодня было со мной интересно пройтись по самой известной улице истекляль побывать на галатской башни или правильно сказать в галатской башни посмотреть на город с высоты птичьего полета спасибо что вы были со мной подписывайтесь на мой канал ставьте лайк с вами была я наталья всем пока